Как много проблем накопилось на планете Земля, как на уровне семей, так на уровне родов, наций, так и человечества в целом. Проблемы, происхождением которых являются ваши грехи и пороки, опутали вас на всех уровнях общества, но самое страшное — на уровне вашего сознания. Оттого нет вам покоя ни днем, ни ночью. Вы все время решаете проблемы, которые не могут быть решены, поскольку происходят от вас самих, повторяю, от вашего сознания. Вы постоянно болеете, и нет лекарств, которые сняли бы сердечную боль и недуги, происхождение которых вам непонятно и недоступно. Вы все деретесь с тенью, вы все гоняетесь за призраками, призраками достатка, удачи и благополучия. Но достигнув вожделенного достатка, в упорной борьбе с собственной совестью, вы вдруг получаете проблемы семейного или родового плана. И наоборот, при, казалось бы, отсутствии проблем в семье, вы обнаруживаете отсутствие средств к существованию. Вот и получается, то нос застрял, то хвост прилип. И вся человеческая жизнь связана с этими качелями жизни, когда благополучие резко меняется на проблемы быта и наоборот. Этот процесс колебаний бесконечен. Все проблемы связаны с тем, что человек бездуховен, и все свои внутренние силы бросает прежде всего на достижение достатка в семье или положение в обществе. Я только что говорил о том, что жизнь человеческая есть обмен информацией или энергии между человеком и космосом. Причем от человека или со стороны человека в космос излучается психическая энергия того знака или того взгляда, которым человек смотрит на мир. А в ответ от меня и иерархов света имеет место энергетическое воздействие энергии света, которое является как бы ответом на энергетический импульс человечества. Теперь представьте себе, какой мощности и какого знака идет в космос импульс психической энергии человека, если он думает и решает, но никак не решит бытовые проблемы на уровне семьи, рода, национальности. Читайте этноса. А сам погряз в грехах и пороках. Никакой положительной направленности этой энергии излучения нет и не предвидится. Только за редким исключением может быть положительный вектор созидания. А в основном человек излучает в космос грехи, пороки, бытовые проблемы, неустроенность в жизни, неудавшаяся семья и наличие государственной машины подавления инициатив человека. В соответствии с законами космоса, что может получить в ответ своей грязи человек из божественной беспредельности. Вам, я думаю, понятна моя тревога, потому что энергия, психическая энергия, от человечества излучается только отрицательная, в силу известных причин. Поэтому, конечно, положительного вектора энергии мы, высшие божественные силы, от людей, от человечества, в ближайшее время и не ожидаем. Но мы упорно, а по-другому мы и не можем, направляем вам положительную энергию любви, добра, гармонии и покоя, надеясь остановить ваш хаос и направить вашу психическую энергию на созидание и любовь. Я понимаю, что любое упорство имеет границы, но мы верим, что неизлечимых болезней нет, и все эти болезни происходят от больного сознания. Но скоро, очень скоро больное человечество или часть его, живущая на территории России, получит от нас эликсир здоровья, а дарованная вам энергия солнца или света сделает чудеса. И если люди на одной шестой части Земли поверят мне и поверят в то, что я уже надиктовал в откровениях и тогда процесс выздоровления сознания людей России примет характер цунами. Но в этом случае цунами преображения или возрождения народа. Только люди России, опять специально не говорю русские, а именно люди России, должны знать, помнить и не повторять ошибок иудейского народа. Кому много дано, с того и спрос многократный. Если вы готовы вызволить на себя этот груз божественной ответственности, тогда я приму вас в ло на моей церкви. Но если есть сомнения или отсутствие желания, тогда необходимо будет сказать мне сразу, а я услышу ваши мысли, а не только слова, и отвечу на них. Мне важны не ваши слова, что часто бывают ложью, а мысли, помыслы ваши, потому что энергия мыслей сильнее всего, поскольку является продуктом сознания, высоких вибраций и единственным энергетическим мостом между человеком и божественными силами высоких вибраций. Велико ваше заблуждение, когда вы считаете, что сначала было слово, поскольку слово соответствует октаве низких вибраций и не является энергией божественных сил. Сначала была мысль или энергия созидания высоких вибраций, способная материализоваться или быть реализована на любой низкочастотной октаве. Поэтому так упорно убеждаю вас мыслить только положительно. Импульс мысли имеет самую высокую частоту вибраций, именно ту частоту, на которой происходит обучение или контакт человека с Богом. Мысли хорошие, высокие, несущие положительный вектор или вектор созидания, я принимаю, помогаю реализовывать и материализовывать их. Но мысли черные — это мысли импульсы со знаком минус, не ко мне. Я их не только не принимаю, я их просто разрушаю, как ненужный энергетический балласт человечества. Этот балласт становится не только тормозом движения человечества вперед, но и грузом, непомерным грузом для самого существования или эволюции человечества. Очищение от этого балласта грехов и пороков, а лучше сказать, от больного сознания человека — самая главная и острая задача самого человечества. Без осознания того, что мысль имеет продолжение, а энергия ее во много раз превышает энергию слова или действия, невозможно движение человека к истине, к Богу и вечности. Только понимание того, что мысль есть энергия, и энергия сильнее которой нет ничего, поскольку имеет высокую частоту вибраций, легко воспринимаемую космосом, спасет человечество от гибели и даст надежду на спасение, на будущее вашей цивилизации. Субтитры создавал DimaTorzok